Здравствуйте! Как вам Амурская область? Первый вопрос сходу. Вы несколько дней уже здесь работаете. Как впечатление? Я здесь не первый раз, поэтому я наслаждаюсь красотами. Такая, знаете, еще пограничная зона с Китаем. И здесь такой колорит, он пересекается. И красивый город, и красивые набережные, и хорошие люди. Поэтому мне здесь очень нравится. И я с радостью принял предложение второй раз в вашем городе наслаждаюсь. Екатерина, как впечатли? Я впервые, в отличие от Валентина Владимировича, очень нравится. Именно менталитет для меня, он, наверное, такой максимально комфортный. Я ребенок из глубинки, и мне нравятся люди более спокойного, размеренного образа жизни, что здесь очень сильно заметно и хорошо работается на такой земле. Работа немножко с отдыхом, релаксом таким своеобразным. Без спешки, где люди успевают разговаривать друг с другом, а не просто встречаться в контактах. Ну а если говорить о работе, Валентин, зачем вы к нам приехали? Что интересного? Как говорится, мы с рабочим визитом к вам, и рады очень приглашению, то, что нас сюда вообще пригласили. И вчера мы присутствовали на играх очередного тура юношеской футбольной лиги. Команда Благовещенская, юноши в разных возрастах принимали у себя дома команду СКА Хабаровск. И, конечно же, нам эти игры очень интересные. Юноши всегда претендуют на место сборной России. Мы отслеживаем всю страну. У нас она большая, объемная. И вот вчера смотрели потенциальных новичков в сборную команду страны. Конечно же, ребятам нужно стремиться, работать, но хорошие таланты есть, и это очень радует. И очень интересный футбол был. То есть, одна из целей – это конкретно отсмотр, так скажем, будущих кадров для большого спорта. Можно же так назвать? Конечно, мы сборная команды страны, и в первую очередь мы занимаемся селекцией. Мы все время смотрим новых детей, знакомимся с юношами и приглашаем их в сборную, если они этого достойны. И, конечно же, игрой за клуб, за Благовещенск, за свой родной город. Они играют, и в юношеской футбольной лиге максимально стараются проявить себя, чтобы претендовать на место в составе сборной команды страны. Работа с ребятами – это одна лишь часть вашего приезда. Еще вы работаете с тренерским составом. Екатерина, расскажите, как психолог, что вы с ними делаете? Прежде всего, наверное, я больше здесь как психолог и как коллега, как партнер для них, для того, чтобы собрать информацию о том, что важно тренерам в регионах. У нас, как уже сказал Антон Владимирович, очень большая страна, и мы должны успевать оказать внимание и помощь всем регионам, не только столице, не только каким-то крупным городам, где футбол является центром. Вот я из Краснодара, и у нас очень много нацелено на то, чтобы дети занимались футболом. В других городах дела обстоят иначе. И самой главной задачей мы считаем собирать проблематику, скажем так, со всей страны, чтобы быть полезными в своих методических рекомендациях, которые мы ежегодно даем для того, чтобы в других городах мы ориентировались не на то, что мы даем для московского клуба, где люди со всей страны съезжаются, а как полезно на местах растить своих специалистов, растить своих спортсменов, которые остаются в регионе. Это очень важно, быть полезным в своем регионе, оставаться в нем, развивать и массовый спорт, и профессиональный, который приводит к сборной. Вот это, наверное, самая главная задача моя. Как расти как профессионалу, как не выбирать, как стараться помочь себе и детям. Валентин, вы посмотрели уже игры, как вы оцениваете профессионализм наших ребят, и вот от кого все-таки зависит хорошая команда? От тренера или от участников этой команды, от футболистов самих? Ну, по поводу того, что посмотрел, скажу так, я, наверное, всегда стараюсь быть максимально вовлеченным, и я успел не только посмотреть, но и поработать. Я предыгровую треновку провел с командой ФК Благовещенск, и сегодня у меня утром уже была тренировка с более младшими юношами, поэтому я здесь постоянно провожу для них мастер-классы, провожу открытые тренировки, и мы совместно с тренерами готовим рабочий тренировочный план и реализовываем его. Поэтому накануне игры я готовил ребят к этой игре, мы с ними много общались, много работали, и так чуть получше с ними познакомился, и в раздевалке со всеми познакомился, успели где-то и пошутить, но и постарался дать им какие-то напутственные игру, какие-то хорошие советы. Ну, а, конечно же, в игре интересно посмотреть уже их со сверстником из Хабаровска. Хабаровск – это достаточно сильная команда, и ребятам было непросто, но они проявили очень хорошую игру, хорошо играли в атаке, забили два мяча, могли еще забивать, и мне понравилась игра Благовещенская, была очень интересная, и такой хороший матч, и мы отметили для себя несколько юношей с Благовещенской, и, конечно же, с Хабаровска. Ну, а переходя к вашему второму вопросу, что, конечно же, более важно, это спортсмены или тренеры? Тренеры, да. Ну, в нашем случае, в детско-юношеском спорте, конечно же, в первую очередь, тренер, педагог, преподаватель, мы должны детей обучать. И самое важное для нас, как уже Екатерина Романовна сказала, это, в первую очередь, чтобы кадры здесь на местах реализовывали хороший, качественный треночный процесс и образовывали детей, ну, а, конечно же, от качественных тренеров будут появляться хорошие, сильные футболисты. Но, конечно же, талант. Талант первичен, да. Талант первичен, но дальше важно уже уровень и мастерство педагога. Екатерина, вот сразу видно по ребёнку вот этот, там, волевой, например, смелый, да, вот когда они играют, а вот этот, ну, может быть, там, нытик, и ему большой спорт не нужно. Вот по игре можно определить психологически, как дети? Да, скорее зависит от опыта спортивного психолога, как много он проводит на работе в полях, это называется, да, когда у хоккеистов это на льду находиться, у баскетболистов на паркете. И, конечно, в процессе игры мы видим, там, например, переключаемость внимания. То есть человек был нацелен на одно действие, быстро переключился, для нас это очень важно, особенно в линии полузащиты. Или если мы видим, что человек, обладающий капитанской повязкой, хорошо справляется со стрессом при поражении и продолжает помогать своей команде, это, конечно, безусловно, морально-волевые качества человека, настойчивость, терпение, где-то выдержка, да, хладнокровие, которое мы ждём от спортсменов. И уже можно по игре понять, составить некий такой психологический портрет, не стопроцентно гарантированный, конечно, потому что это изолированная одна игра. Но выявить явно талантливых в плане психоэмоционального развития можно, можно уже даже глядя на футбол. Валентина, а как вы вообще оцениваете уровень нашего амурского футбола и в чём могут быть его перспективы? Вы уже познакомились с ребятами, с тренерским составом, с руководством? Ну, наверное, самое важное, что нужно отметить, что у нас появляются такие соревнования, как ЕФЛ, юношеская футбольная лига, и Российский футбольный союз развивает данное направление. И если раньше у нас у детей в регионах было не так много игр, не так много было игр между крупными городами, между крупными командами, таким как Владивосток, Топчета, Хабаровск, Благовещенск, то сейчас юношеская футбольная лига объединила все эти команды, все эти регионы в едином соревновании, и дети, не только на профессиональном уровне, а на детском, на детско-юношеском уровне дети имеют право, такую возможность, да, вот соревноваться в таких сильных соревнованиях, и это самое важное. И вот в этом развитии эта юношеская футбольная лига не так давно появилась, и вот третий год, там четвёртый, она сейчас реализовывается, и дети привыкают, потому что это тоже новый опыт такой для них, это разъезды, переезды, перелёты, это уже такая некая профессиональная деятельность, поэтому что-то новое в их жизни уже появляется, и тренеры к этому адаптируются, есть уже более профессиональные требования, более серьёзный подход, здесь уже такой приближенный к профессиональному футболу, и это, конечно же, такой важный шаг вперёд, и российский футбольный союз дал такую возможность регионам участвовать в таком крупном соревновании, теперь, наверное, шаг регионов, каждый клуб должен ставить перед собой теперь личностные задачи, развиваться как клуб дальше, и ставить перед собой всё высокие-высокие цели, вот в этом первенстве, в этом соревновании, и Благовещенск, наверное, в том же самом посоветую, так вот пожелаю, наверное, скажу, наверное, так более правильно, развиваться, двигаться дальше, и... Активно проявлять себя. Да, и... Вот пару, буквально пару слов, вот пару советов тем мальчишкам, которые сейчас начинают играть, и хотят оказаться в большом спорте. Самое важное — верить в себя, любить футбол, и никогда не бояться. Просто быть уверенным в том, что делаешь, получать удовольствие от этого, и никогда не опускать руки. Самое важное — мы должны верить в наших деток, и давать им такую уверенность в том, что они действительно могут. И когда вот они чувствуют такую поддержку педагогов, поддержку старших, поддержку тренеров, они прям окрыляются. Поэтому самое важное, что ребёнку нужно, это поддержка. Помимо того, что мы говорим профессиональные какие-то моменты, очень важна поддержка, и нашим тренерам нужно этому учиться, потому что талант нужно ценить, талант нужно... Я не говорю, что только всегда хвалить, кнут и пряник всегда у нас был, но вместе с тем точная уверенность у футболиста в том, что тренер его ценит, должна быть, и мы, как тренеры, которые осуществляем эту деятельность, должны давать нашим футболистам такую опору. Большое спасибо, что пришли к нам в студию, очень интересная беседа у нас получилось. Я напоминаю, что это была программа в центре внимания. Всего доброго!